Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем о распространенных причинах рвоты у кошек. Что делать, если у питомца рвота? В первую очередь следует положить кошку таким образом, чтобы голова чуть-чуть свисала, что предотвратит обратное попадание содержимого в пищевод. Но какие бывают причины? Возможно, ваша кошка употребляет слишком большой объем пищи, либо слишком быстро поглощает еду из своей миски. Также следите, чтобы кошка не глотала слишком крупные куски. В отличие от собак, еда у кошек в миске должна присутствовать постоянно, так как кошки едят часто, но понемногу. В случае редкого кормления прием корма после длительного глодания может вызвать рвоту. Кошки постоянно вылизываются, при этом в желудке скапливается шерсть. От присутствия в ЖКТ шерсти, кошкам надо избавляться. Шерсть выводится наружу через полость рта. Внимательно следите, чтобы кошка не съела чего-то лишнего. Отравление может вызвать бытовая химия или некачественная еда. Также кошка может отравиться растениями, поэтому внимательно следите за домашними растениями и самой кошкой. Рвота у кошки может сигнализировать о травмах. Падение, ушиб головы или позвоночника могут вызвать серьезные проблемы. Также рвота вызывает повреждения внутренних органов. Скармливание новорожденных котят еще одна причина рвоты. Кормящая кошка срыгивает частично переваренную пищу и прикармливает детенышей, чтобы их желудок постепенно адаптировался к будущей еде. Рвота может быть вызвана приемом таблеток и других лекарств. Такова реакция организма питомца на сильно действующие медикаментозные средства при терапии какого-либо заболевания. Рвота у кошки может говорить о наличии заболевания, требующего проведения диагностики и назначении специфического лечения, но главную опасность несет в себе обезвоживание, особенно если рвота сопровождается диареей. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.